Ночью сегодня проснулся и думаю, что самое страшное там? Знаешь, Игорь, даже не война, там самое страшное отсутствие всякой перспективы. Ну вот представь, дети, у нас дети, какое будущее у них? Образование нельзя получить, сейчас здравоохранение никакого, про культуру спорта говорить тут нечего. Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование в этой стране и абсолютно беспросветно все. Что им делать? Надо искать лучшие жизни. Так живой человек всегда бы поступал. А тут устами Меркель в свое время, в 15-м году или в каком, и другими, приезжайте к нам, они их позвали. Ну и пошел транзит. А самое опасное сегодня, этот транзит обеспечивается людьми. Там люди формируют эти колонны. Сейчас вот с Афганистана пошел приток. Так он только начался. А с Афганистана хлынут люди. Их несколько миллионов, которые служили американцам в Афганистане. И американцы их тоже позвали, но приказали Европе и Центральной Азии. Правда, Центральной Азиатской Республики, извините, извините. Куда они пойдут? Они пойдут в Европу. Американцы говорят, ну пусть временно у вас побудут. Так как казахам, узбекам говорят, таджикам и так далее. Временно. Что такое временно? Мы знаем. Навсегда. Это же американцы. Ну, они вам служили, заберите эти три или пять, сколько там миллионов, заберите к себе. Нет. И вот пошли эти афганцы через Центрально-Азиатские наши республики, через Россию, через Беларусь и туда дальше. И не только этим маршрутом. Вы имеете в виду, они идут и через Украину. Но Украина у них своя. Они пока помалкивают. Беларусь чужая, надо молотить. А тем более у Лукашенко за спиной Путин стоит и его все время толкает на Запад. Так же они пописывают. И миграционная эта волна, это гибридная война Лукашенко, поддерживаемая Путиным. Причем тут Путин? Причем тут Лукашенко? Вы разбомбили Афганистан и туда дальше. До Китая добрались, вот сейчас воткнулись в Китай. Хорошо знаете, глобально воткнулись. Ну и люди, по вашему призыву, едут к вам. Да, сейчас они нашли дыру в Беларуси. Хотят через Беларусь попасть. Они к нам приезжают, абсолютно прилетают законно. Они прилетают, Игорь, в аэропорт, в который коллективный Запад, как ты сказал, никого не пускает из своих компаний. То есть они для себя закрыли белорусский аэропорт. Но святое место пустым не бывает. Сюда десятками рынулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, с разбомбленных государств. Едут люди, идут на границу. Вот они вчера впервые, это впервые было около двух тысяч, а может чуть больше, сконцентрировались где-то в разных местах, в Минске, в лесах. Их подвезли туда. Я же говорю, что этот транзит обеспечивает люди. Там самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои. Поляки, немцы, украинцы. Вовлечены в эту цепочку. Совершенно. И все за деньги. Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали эти деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. И вот те, кто в Польше, их же они уже поймали, и даже вынуждены были объявить, кто они. Там не было белорусов. И всего два россиянина. А десятки транзитеров, которых людей подкидывают, это немцы и прежде всего поляки. Ну еще и украинцы. Литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает этот транзит.